Дожданный главный бой сегодняшнего вечера. Чемпион Данила Приказ защищает свой титул против Эдила Исенгулова. Видим мы статистику спортсменов. У Исенгулова очень серьезная выигрышная серия из 11 боев в лиге OpenFC. Он провел только один поединок. Единогласным решением судей победил Анвара Чергесова. После чего, собственно, и получил титульную возможность. Сразу же заходит борьба Исенгулова. Исенгулов не хочет он испытывать на себе ударную мощь приказа. Но пока что... Исенгулу получается перевести приказу в партер. Но партер пока что, скажем так, не стопроцентный. Приказа на одном колене. Если сейчас точки опоры он найдет, он может встать, подняться. Да, это и происходит. Исенгулов очень сильно включился. Треугольник сразу же. Смотрите. Приказ закрывает ноги на треугольник. Но нужно, конечно, плотнее его закрыть. Исенгулов совершил ошибку. Но достаточно высоко закрыт замок. Будет тяжеловато его затянуть. Исенгулов человек в борьбе достаточно хорошо понимающий. Да, и видно, что выходит там, по-моему, правая рука. Переходит на рычаг локтя. И... Нет, и Сенгулов выходит с опасного положения. Так, начал я говорить о том, что получил Сенгулов титульную возможность, проведя всего один бой. Но, наверное, по общим заслугам более это было. В его профессиональной карьере он одержал 10 побед нокаутами, техническими нокаутами. 4 болевыми удушающими приемами и 7 побед было решениями. Данила Приказа, в свою очередь, провел уже 3 успешных поединка в Лиге Open Fighting Championship. Сначала он победил Нодара Кудухашвили нокаутом в первом раунде. Это было на втором турнире Лиги. Затем в цитленном поединке против Максима Грабовича он также нокаутом в первом раунде победил. И защитил свой пояс против Джонаса Буэна. Угадайте? Да, также нокаутом в первом раунде. То есть, Приказа в своих крайних поединках, в своих четырех, если быть точным, не доходил дальше второго раунда. А если мы говорим про Исенгулова, то у него 7 побед решениями. То есть, он дистанцию хорошо чувствует. И при этом, секунду открою статистику, ну из последних четырех боев у него тоже 2 было решения. Поэтому вязкая манера ведения боя, она больше благоволит Исенгулу приказа за взрывное начало, взрывно-ударную технику. Исенгул во многих своих боях сразу же, в первом же раунде, на первых же секундах поединка проходил в ноги. И этот бой не стал исключением. Мы приказу давно не видели в борьбе, потому что крайние поединки все были в ударной технике. И интересно посмотреть было как раз, как он сумеет противопоставить свою борьбу против борьбы Исенгулу. Видимо, что пока не получилось ему эффективно работать, но чемпионская дистанция, 5 раундов, времени более чем достаточно. И каждый раунд начинается на ногах. На ногах мы знаем, что в стойке у приказа будет объективное преимущество, в борьбе объективное преимущество Исенгулу. Вновь приказа был в полупозиции для того, чтобы подняться в стойку. Исенгулов не дал ему это сделать. Оно вставляет ноги в приказы, чтобы создать пространство между ним и соперником. То, чтобы использовать пространство подняться. Но пока неудачно. Минута остается до конца раунда. Хорошие несколько ударов с позиции сверху от Исенгулова. Хороший такой секущий локоть. Видимо, покраснение на лице у приказа. Но пока рассечений вроде нет. Слышим подсказки из угла приказа, что надо рисковать, надо вставать. Даже если спину при этом рискнуть, отдать. Все равно надо активно работать. Эти подсказки ему дает не кто иной, как Шарап Дават Муродов. Боец лиги Беллатр. Долгое время друг и спаринг-партнер Данила Приказа. И также в прошлом боец лиги Open Fighting Championship. Пытался сейчас Данила подкрутить таз. Возможно, для выполнения приема. Так, заканчивается первый раунд. С явным преимуществом Исенгулова прошел. Продолжение следует... Так, посмотрим, продлится ли стойка во втором раунде дольше, чем в первом. Исенгулов также не будет рисковать. Видимо, как низко встал в стойку Данила Приказа. Закинул левый хайкик. Исенгулов поймал ногу. Пытается он сейчас забрать захват вокруг бедер Данилы. Ну, пока что вроде достаточно успешно обороняется Приказа. У Исенгулова, по-моему, только одна нога в контроле. Приказа широко расставляет ноги специально для того, чтобы его оппоненту было сложнее соединить замок за двумя ногами. Исенгулов уходит на колени, пытается стянуть оппонента. Все равно контроль одной ноги остается. И... 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 Стягивает он Приказу в партер. И за спиной у него оказывается. Очень неприятное положение для Данила. Видимо, жесткие попадания были от Исенгулова. Безответные атаки. Да, Даниле там что-то не понравилось. В действиях рефери Максима Братасова. На грани, конечно, да, действует Исенгулова. Вот эти удары коленями были опаздными. Но Данила, наверное, слишком много внимания пытался привлечь. Перестал защищаться в моменте. И близок был вообще рефери к тому, чтобы остановить поединок. Но... Пока что ситуация, как говорят, стабилизировалась. И Сенгулов еще такой всплеск энергии произвел. Возможно, сейчас более экономно начнет работать. Приказе, конечно, тяжело будет подняться из этой ситуации. Сенгулов. Еще одно жесткое колено туда, в спину. На грани, да, на грани работает Исенгулов. Приказа закрылся. Нельзя ни в коем случае ему пассивно защищаться в этой ситуации. Еще одно. Ну, держится приказа там за копчик. Или куда-то в район почек наносит удары Сенгулов. Да. Мы сегодня видели уже финиш из этой позиции. И, ну... Я думаю, что очень больно сейчас Даниле после этих ударов. Еще и в затылок сейчас прилетело ему. Давай, давай, давай. Чуть, давай, чуть, давай. Давай, давай. Грубо напрягаем, давай. Руки на дядь раздавай, хорошо. Давай. Там просто резко на ногах. Он пойдет в ноги, контролируем руки. Давай. Получается приказа встать. Это такая маленькая победа для него. Еще и, по-моему, шею прихватил он. Прихватил шею Сенгулова, но... Нет хорошего контроля. Слышим, и как публика, конечно, Данила поддерживает. Да, не получилось ему забрать удушающий. Но хотя бы выбрался он из той очень плохой позиции, в которой находился он практически весь раунд. Белый год сейчас подвергнул под него. Сколько, сколько, давай. Белый год. Наоборот, кипец, чтобы его сделать. Кипец в нем. Мы сжимаем костями. Кипец в нем, кипец, а кипец в основании. Боже мой, а что? Четыре минуты. 40 секунд, Данила. 20 секунд до конца второго раунда. Вновь очень доминирующий раунд для Сингулова. 10 секунд до конца. 10 секунд до конца второго раунда. 10 секунд до конца второго раунда. Панчер Сенгулов намного свежее Приказе ни в коем случае нельзя застаиваться около клетки Это как крестная тряпка для быка, для борца, когда соперник у клетки оказывается Это прям сигнал для прохода в ноги Сенгулов поджимает, поджимает Приказа хорошо уклонился, но Сенгулов сразу же потом пошел ноги и защита от прохода есть Есть защита от тейкдауна Для приказа очень хороший знак Но надо ему конечно больше ударов в стойке наносить Фронт-кик в пар в исполнении Сенгулова Низкий Неприятно Есть до пяти минут у Данила на то, чтобы восстановиться В его ситуации это очень хорошо Потому что Очень много сил, конечно, он потратил в первых двух раундах Намного больше, чем его оппонент И показывает Давайте повтор пока посмотрим этого действия Тут со спины будет не видно Ну, Данила показывает, что готов он продолжать поединок Д Tigers Отhal «Джеб» А.C.Rا.P. С джебом работает и Сенгулов. Приказа пока не отвечает. Попущенная левая рука у приказа, меняет он стойку. Заряжает левую, в догонку правую попадает. Хорошо на уклоне сейчас сработал серия на руках. И Сенгулов говорит, а мне хватит твоей ударной техники, пошли бороться. И приказа, ай-яй-яй, защищался, но все-таки оказался в партере. 2.47 до конца третьего раунда и Сенгулов сейчас не отпустит Данилу, точнее не захочет его отпускать. У Данилы, конечно, были определенные успехи в этом раунде, но опять половину раунда под угрозой пролежать снизу. Потому что Сенгулов будет абсолютно методично сейчас работать, не будет рисковать. Рисковать нужно Даниле приказа. Он проиграл первые два раунда. Сейчас отдает он позицию халгарда. Надо ему вытаскивать свою правую ногу из-под себя. Где бы взять на это силы? И Сенгулов показывает активность. Наносит не амплитудные, не серьезные, но все-таки удары. Рифер Максим Протасов близок к действию. Сенгулов руку заблокировал. Приказа освобождает ее. Улучшает позицию Сенгулов. Боковой контроль. Сейчас попытка распятия будет. Отключает одну руку он у приказа. Потенциально плохая ситуация. Еще хуже, чем была. Нет, в приказе удалось восстановить позицию халгарда. Маленькая победа для него. Вот этот неприятный удар был сейчас справа от Сенгулова. И, по-моему, правый глаз очень сильно заплыл сейчас у Данила. Да, еще одна неприятность в этом бою. Закрывается Данила. Пассивная защита. Сейчас Максим Протасов близок к тому, чтобы остановить поединок. И все. И все. И все. Сейчас. Сказали. Люку. Что, что. Что, какому souventhés , какова подарила себя. Как какую пор друга при오르게ивал Hahn? Продолжение следует... 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 Как будто ты его тоже выиграл Молодец